В образовательно-оздоровительном центре Уральской Зори завершилась региональная профильная смена естественно-научная экспедиция. В течение 10 дней старшеклассники изучали экосистему окрестностей озера Яктыкуль и предгория хребта Крыктытау, а затем представили результаты исследований на защите проектов. Чем запомнилась эта смена ребятам, расскажем прямо сейчас. Для детей эти две недели пролетели незаметно. Сегодня заключительный и очень ответственный день. Старшеклассникам предстоит продемонстрировать все знания, полученные в ходе экспедиции. Ее участниками стали 80 школьников из Южноуральска, нескольких поселков Варнинского района, а также из 38-й и 67-й школ и Академического лицея Магнитогорска. Это все партнеры, которые работают с Академическим лицеем как с ресурсным центром естественно-научной направленности. Профильные смены – это, во-первых, форма работы регионального центра поддержки, способных и талантливых детей и молодежи Челябинской области – Курчатов центра. То есть Курчатов центр выбирает образовательные учреждения, которые сами дают хорошие результаты, которые имеют соответствующий высокого уровня кадровый состав. И вот в комплексе все эти качества позволяют образовательному учреждению стать организатором профильной смены. Академический лицея уже не первый год выступает организатором профильной смены, которая традиционно проходит на базе «Уральских зарей». Детский оздоровительно-образовательный комплекс уже более трех лет работает и сотрудничает успешно с Курчатов центром. Программы пользуются очень большой популярностью. За эти годы более двух тысяч ребят посетили наши лагеря – это и «Уральские зори», и «Горное ущелье», в которых как раз-таки проходят десятидневные вот такие выездные профильные программы. Программы разнообразны. В частности, цель профильной смены «Естественно-научная экспедиция» заключается в расширении знаний детей о природе региона и стимулировании интереса школьников к участию в сохранении экосистем. Участники этой смены, ученики восьмых и десятых классов, принимали участие в интегрированной программе, которая включала образовательные курсы и проектную деятельность от Курчатов центра и академического лицея. Дети совместно со своими наставниками изучали, в каком состоянии находятся почвы, загрязнены они, не загрязнены, есть ли там органические вещества. Также у ряда учащихся была возможность провести исследование воды по различным показателям качества, в том числе сравнение воды из ручья, протекающего в «Уральских зарях» с составом воды озера Банное. И важным этапом было также составление топографической карты местности, где дети учились работать с различными символами, обозначениями, то есть наносить это в соответствии с масштабами. По завершении экспедиции школьники обобщили результаты своих исследований и создали на их основе экопроекты. Их защита и стала своеобразным итогом 10-дневной профильной смены. Тема нашего проекта – это влияние факторов окружающей среды на территорию спортивного комплекса «Уральский зорь». Мы составили топографический план, изучили, взяли пробы почвы и воды и изучили химический состав. Наша исследуемая территория оказалась очень вытоптана. И в результате мы дали несколько рекомендаций. Например, такие рекомендации, как проведение субботников с отдыхающими детского лагеря, и также озеленение окружающей нас территории. Дополнительным финальным испытанием был «Зеленый квест», где на четырех лесных станциях школьники демонстрировали на практике полученные знания. Здесь участники определяли стадии развития кустарников и деревьев, а также при помощи корней растений выясняли глубину подземных вод. На торжественной линейке, посвященной закрытию смены, выяснилось, что все команды успешно справились с заданиями. Высоко были оценены и проекты ребят. В результате дипломы и сладкие призы получили все участники экспедиции, которые выразили желание вернуться сюда еще раз. Мы и учились, и отдыхали. Сук был очень наполненный, нам очень понравилось. Мы танцевали, джаз-дэнс, пели в караоке. И это был такой бесплатный, приятный бонус к исследованиям нашим. Татьяна Артеменко, Олег Карпенко, телекомпания ТВ.